Сегодня завершающий день работы комиссии. Две недели специалисты городского управления образования, представители Росгвардии и общественности работали в школах Абакана. Нужно оценить готовность учреждений к новому учебному году. Ведь меняются ГОСТы, стандарты, контролирующие органы выносят предписания. Чтобы не было замечаний, нужно устранять недочеты. Сейчас уже известно, что все 26 школ Абакана, которые посетила комиссия, 1 сентября готовы принимать учеников. Подготовка проводилась комплексно. И комиссия, соответственно, посмотрела, и насколько качественно и своевременно сделаны и проведены все ремонтные работы, насколько качественно все дети будут обеспечены учебниками к началу нового учебного года. новое оборудование, которое поступило в образовательное учреждение. Если говорить в целом, то комиссия, конечно, отмечает очень большую работу, которая проведена и руководителями образовательных учреждений, и коллективами. Безусловно, огромное спасибо сегодня хотелось бы сказать всем нашим коллегам, которые подготовили так хорошо образовательные учреждения и создали комфортные, вот такие теплые, приятные условия для наших детей. Все необходимое для реализации федерального государственного образовательного стандарта. Все для того, чтобы детям было уютно, комфортно, приятно находиться в образовательном учреждении, подготовлено. Абаканской гимназии уже 46 лет. Но глядя на новые классы начальной школы, коридоры учреждений, оформленные в современном дизайне, кабинеты химии, физики, информатики, конечно, не скажешь, что учреждению много лет. Гимназия действительно идет в ногу со временем. Директор школы Алла Селиваненко показывает комиссии новые лампы освещения в классах. Осветительное оборудование дополнительно установлено рядом с доской. Мы устранили все замечания, которые были предписаны нам различными надзорными структурами. У нас организованы и смонтированы входные калитки с целью антитеррористической безопасности детей. Также очень много мы сделали для комфорта и уюта детей. Мы поменяли в тамбурах полы, кафельную плитку переложили, сделали новое крыльцо с улицы Комаровой, полностью заменили новые двери во всех туалетах детских. Закупили новые лампы полностью для всей школы. На сегодняшний день они смонтированы и в актовом зале, и в столовой, и в учебных кабинетах, и в спортивных залах. Сейчас в гимназии обучается одна тысяча детей. 1 сентября здесь откроются три первых класса. Гордость образовательного учреждения, конечно, выпускники. Благодаря им и родителям, уже 13 лет в гимназии есть собственный топиарный парк. Здесь каждую весну садят цветы, деревья. Таким образом, выпускные классы выражают свою любовь и благодарность учителям. Каждый класс, каждый год вносит частичку своей души в то, чтобы участок этого класса был красивее, чем соседнего, потому что 1 сентября все эти участки станут фотозонами. И на них будут все родители, дети традиционно делать коллективные фотографии. Коллективные фотографии классов, фотографии с семьей, где будут и мамы, и папы, и бабушки, и дедушки. И все это интересно наблюдать 1 сентября после торжественной линейки. И именно в этот момент понимаешь, что вот ради этого нужно было пятую четверть, летнюю четверть провести именно так, активно, с творческим подходом, привлечь инициативных родителей. Иногда их и не надо привлекать, они выдвигают свои инициативы. Теперь у гимназии есть еще одна гордость. Это физкультурно-оздоровительный комплекс. На новой спортивной арене проводят уроки физкультуры, городские соревнования. Приходят сюда и горожане, чтобы активно и с пользой провести время. А гимназисты уже завоевали более 40 золотых значков ГТО. Гимназия, конечно, готова к новому учебному году. Педагоги вместе с социальными партнерами сделали все, чтобы детям в школе было комфортно и безопасно. Всего 1 сентября в Абакане за парты сядут более 27 тысяч учеников, три тысячи из которых первоклассники. Начнется новый этап в жизни детей и родителей. А самое главное, впереди их ждут новые знания. Субтитры создавал DimaTorzok